В 1552 году в швабской части Священной Римской империи, в императорском вольном городе Аугсбурге, появилась любопытная и щедро иллюстрированная рукопись под названием «Аугсбургская книга чудес». Она там всегда находилась, но публики ее недавно показали. Для искусствоведов это нечто среднее между иллюстрациями Сальвадора Дали и кодексом Сарафинианос, причудливость и фантастику рисунков, в рукописи они объясняют средневековой склонностью людей к магическому мышлению, которым они часто объясняли чувства и явления, выходящие за пределы их понимания. Для других иллюстрации к божественному откровению о конечной судьбе человечества. Сюжеты апокалипсиса многим известны, но не грех их еще раз посмотреть, а может быть кому-то удастся их переосмыслить. Для людей в эпоху Возрождения небо было экраном, на котором Бог демонстрировал чудеса и знамения. Все, что сколько-нибудь выходило за рамки обычного, тут же толковали в соответствии с Библией, не упуская возможности намекнуть всем на грядущий судный день. Книга печатания донесло эти идеи до широких масс, а люди образованные принялись писать трактаты о чудесах. Недавно обнаруженный красочный альбом, нарисованный в 1550-1552 годах в Аугсбурге, прекрасно вписывается в эту традицию. Его название не сохранилось, и альбом условно назвали «Аугсбургской книгой чудес». Когда-то он состоял из 200 страниц, но до нас дошли только 167 рисунков. В 2013 году немецкое издательство «Тасчен» выпустило точную фоксимильную копию этого шедевра эпохи Возрождения. Не все страницы альбома посвящены небесным явлениям. Его создатели включили в число знамений природные катастрофы, нашествия саранчи, погодные аномалии, рождение уродов, взрывы, пожары и тому подобное. А начало и конец украшают картины на библейские сюжеты. Небу и его чудесам отвели около сотни иллюстраций. На четверти рисунков, посвященных небесным явлениям, были изображены кометы, и в подписях неизвестный художник не применул указать на несчастье, последовавшее за их появлением. С ними связывали страшное землетрясение и голод. Известный географ Александр фон Гумбольд пояснил, почему немцы считали эти небесные тела вестниками неминуемой беды. Странный вид большой кометы, ее тусклый, туманный отблеск, ее внезапное появление на небесном своде, почти всегда, почти под всеми земными поясами, казались народному смыслу новую, страшную силою, враждебную прежней. Установленные связи вещей, существующему порядку мира. Так как явление это ограничено небольшим временем, то в ту же минуту порождается вера, что оно должно отразиться во всемирных происшествиях, современных или непосредственно за ним следующих. Ход и сцепление этих всемирных происшествий всегда представляют что-нибудь, что можно принять за предвозвещенное зло, в 1506 году на протяжении нескольких ночей видна была комета с хвостом, обращенным в сторону Испании. В том году случился богатый урожай на фрукты, и был он полностью уничтожен гусеницами или крысами. Спустя 8 и 9 лет в Испании и Италии произошли землетрясения, настолько ужасные, что даже в Константинополе было разрушено множество домов и погибли люди. Примерно столько же места в альбоме было уделено оптическим явлениям, гало и паргелиям. Всевозможные круги, кресты, ложное солнце и радужные дуги также считались знамениями грядущих бедствий. Астролог Иоганн Гёбинстрейт, сам наблюдавший три солнца в небе над Эрфуртом, в памфлете «Прогностикон Хисториком» утверждал, что это предвещает войну, смену духовной и светской власти, смерть правителей. Листовка, изданная в 1580 году в Нюрнберге, поясняет, настоящее солнце символизирует облеченных властью людей, ложные. Солнце, силы, им противостоящие. Проповедник Вольфганг Перестерус из Берлина в 1581 году дал явлению другое толкование. По его мнению, три солнца указывают на раскол в церкви, Господь в Библии сравнивается с солнцем, мал. 4-2 и появление ложных солнц, признак умножения еретиков и соблазнителей в церквях и школах-2. Немало места в альбоме занимают падение метеоритов, затмение, кровавые дожди, северное сияние и прочие явления, получившие объяснения в рамках современной науки. На долю уфологов остается весьма скромный процент рисунков, где, в принципе, можно поискать следы иного разума. В стране римлян в 73-м году до эр ха в небе увидели золотой шар, который затем опустился к земле, покатился и снова поднялся в воздух в направлении восходящего солнца. Он был такой огромной величины, что полностью заслонил солнце. За этим последовала великая междоусобная война. Первый рисунок в альбоме, на котором, возможно, изображен НЛО, относится еще к временам Древнего Рима и не претендует на документальность. Достаточно сказать, что там на заднем плане изображены пушки, ведущие огонь по осажденному городу. Художник, по-видимому, перепутал два древнеримских наблюдения. Одно из них действительно произошло в 73-х, точнее, 76-х, году до нашей эры и упоминается Плинием Старшим. Однажды, в консульство Гнея, Октавия и Гая Скрибания, и более никогда такого не видели. От звезды оторвалась и упала искра, затем стала расти, приближаясь к земле, достигла величины лунного диска. И стало светло, как бы в туманный день. Затем она вернулась на свое место в небе и превратилась в факел. Явление это наблюдали проконсул Силан и сопровождавшие его три. Второе наблюдение, датированное 91 годом до нашей эры. Известно нам по двум источникам. Книги предзнаменований Юлия Абсеквенса и труду христианского писателя Павла Орозия «История против язычников». По-видимому, художник хотел изобразить именно его. На рассвете огненный шар с шумом пролетел от северной части неба. Когда в Аретии люди разламывали хлеб, из него сочилась кровь. У Вестинов семь дней шел дождь из камней и черепков, у Спалетия огненный шар золотого цвета слетел на землю. Видели, как, увеличившись в размерах, он взлетел с земли по направлению к востоку, он был таким большим, что мог закрыть солнце четыре. На скорбный город Рим навели страх ужасные чудесные явления. Так, на восходе с северной стороны, со страшным громом небесным, вспыхнул огненный шар. В землях Аретинов, когда во время. Обеды разламывали хлеб, из места надлома, словно из раны телесной, изливалась кровь. Кроме того, во многих местах, землю поразил каменный град, смешанный также с осколками черепицы, шедший на протяжении семи беспрерывных дней. В земле сомнитов, из огромной трещины в земле, изверглось пламя. Да так, что казалось, оно достанет небо. К тому же многие римляне, находясь в дороге, видели, как с неба на землю низвергся шар золотого цвета, после чего вновь, поднявшись ввысь, он унесся на восток и затмил своими громадными размерами солнце пять. Специалисты не раз пытались объяснить этот шар особенностями распада крупных болидов в атмосфере или шаровой молнией, но честнее будет признаться, что мы имеем дело с НЛО в узком смысле этого слова, объектом, который остался неопознанным и очевидцами, и уфологами шесть. В отдельную категорию небесных аномалий мы вынесем то, что немецкие историки называют фантастическими видениями. Сражающиеся армии на небе, ангелы, похоронные процессии и тому подобные образы. В ряде случаев нет никаких сомнений, что люди таким образом восприняли самые обычные северные сияния. Французский астроном Пьер Гассенди упоминал о подобном заблуждении в биографии своего коллеги. Аббата Никола Клода Фабри де Переска. Переск уже восемь дней страдал от болей в почках и задержки мочи, из-за которых он не мог наблюдать это чудо, вызвавшее удивление не только в самом лагере, но и в Париже. Его видели по всей Франции и в других странах. Поистине поразительным было свечение, которое в ночь на 12 сентября 1621 года видели повсюду в северной части неба, так что в течение многих часов оно подражало самому ясному рассвету. Это было необычно. Луна не светила, но еще более необычным был пар, который распространялся над этой областью вплоть до зенита, разделяясь на отдельные колонны. Как бы беловатые и несколько туманные, расположенные поочередно, которые, когда были строго на горизонте, очень медленно двигались с востока на запад. Наконец, вскоре после этого, чудесным образом из беловатых колонн возникли достигающие вершины неба пирамиды или обелиски, из которых выбрасывались очень тонкие и очень белые пары так быстро, что напоминали молнии. Я упоминаю об этом потому, что Переск был рад, что мы наблюдали за этим явлением, благодаря чему стало более очевидным. Что это не что иное, как игра природы, которую многие истолковали как имеющую военную строгость, или, скорее, как представление об армии. Правда, некоторые. Добавляли, что в небе были видны вооруженные армии с линиями наступающих пеших и конных солдат, и в конце концов они столкнулись под грохот вылетающих из пушек ядер. Примечательно, что они в то же самое время не заявляли, что слышали звуки труп и людской гомон, учитывая, что причиной этих фантазий является то же самое, легковерие и человеческая слабость. Вполне вероятно, что если не все, то очень многие подобные рассказы в летописях имеют такое же происхождение и не заслуживают большего доверия одиннадцать. Тем не менее, некоторые видения наблюдались при дневном свете, что делает версию о северных сияниях маловероятной. Мы можем лишь гадать, видели ли люди именно то, что описывали, и не подействовало ли нечто на их фантазию, спроецировав на небо причудливые образы. Исследования последних лет связывают подобные видения с массовым отравлением с парыньей, содержащей галлюциногенные алкалоиды. С того момента она сохранилась очень неплохо и хранилась непонятно где, но пару лет назад вдруг была чудесным образом найдена и переиздана в крымском издательстве. Текст в книге очень скупой, преимущественно подписи и картинки. Однако обращает на себя внимание сами картинки, страшно напоминающие происходящее вокруг и сейчас. Например, картинка с пожарами. То есть некий огромный город, весь в огне, пылает, видно, что люди прячутся за деревьями, а города пылают. Это какие же в прошлые времена были пожары мощные, чтобы настолько спалить города, непонятно. То есть это, возможно, это какая-то катастрофа прошлых времен, которая погубила прошлую цивилизацию. Аугсбургская рукопись, обложка которой не сохранилась, и поэтому название ее условно, представляет собой собрание примерно 200 рисунков, очень искусно выполненных гуашью и акварелью, с краткими пояснениями под ними. О каком именно необыкновенном событии, описанном здесь, идет речь, и предвестием чего, какой именно катастрофы, эпидемии, войны, оно было. Сохранилось 167 оригинальных страниц и 23 копии, которыми заменили оригинальные листы в 19 веке, когда книгу чудес заново переплетали. Кстати, в процессе подготовки публикации издательству Тасчен удалось найти 4 оригинальных листа, вырванных из нее. Разумеется, их тоже включили в публикацию. Книга чудес особенная. Столь высоким художественным уровнем и столь широким охватом от знамений, описанных в Ветхом Завете, до природных катастроф серединоисторическим. С 16 века не может похвастаться ни одно из подобных изданий, при этом многие записанных в ней грозных предзнаменований и последовавших за ними потрясений от всемирного потопа и разрушения Иерусалимского храма до метеоритных дождей. Комет, землетрясения и ураганов были уже не раз описаны в Библии, старинных хрониках или научных трактатах. В 1552 году от Рождества Христова, 17 мая, над Добрехтом, в Голландии, разразился такой ужасный ураган с градом, что люди подумали, будто настал конец света. Это длилось около получаса. Многие градины были весом в фунт и 8 лотов, около 600 граммов прим, рет. От упавших на землю шла чудовищная вонь. Неизвестный нам автор книги «Чудес» подходил к этому очень серьезно, и многие ее апокалипсические ужасы, по крайней мере. Близкие по времени, к середине 16 века, когда создавалась книга, происходили в действительности, какими бы невероятными ни казались нам их описания. Вот, например, Лиссабонское землетрясение 1531 года. Тогда около 200 домов было разрушено, более тысячи человек погибли под обломками. Аугсбургская рукопись рассказывает и показывает кровавые знаки из полохи огня в вышине и огромного кита, поднимающегося в небо. Ну, первое еще куда не шло, но кит в небесах. Между тем, в 1531 году в Лиссабоне действительно произошло землетрясение, причем очень сильное. Кроме того, хорошо известны детали другого страшного лиссабонского землетрясения 1772 года. Оно полностью разрушило город. Тогда в небе сверкали молнии, позже начались пожары, знаки из полохи. А потом огромное цунами буквально накрыло гавань и центр Лиссабона. Так что, если не кит, то, по крайней мере, очень большая рыба на гребне гигантской волны, обрушившейся на город, вполне могла соответствовать описанию катастрофы 1531 года в книге «Чудес». Вообще, те или иные небесные явления встречаются в книге «Чудес» чаще всего, но она рассказывает и о, так сказать, наземных катастрофах. Таких, например, как нашествие саранчи, которое в 1527 году принесло большие беды Польше, привело к неурожаю, массовому падежу скота и голоду. Продолжение следует...